шалом дорогие друзья продолжаем с вами говорить о защите нашего вероучения сегодня мы поговорим о второй части второй пункт не вторая часть второй пункт или вторая причина почему евреи должны оставаться и время почему они должны быть теми кем родились послание к филиппийцам во второй главе 10 11 стих я хочу зачитать дабы пред именем еще преклонилась всякое колено небесных земных и преисподних и всякий язык исповедал что господь ешуа машиах славу бога отца амин итак мы поговорим об исповедании и это вторая причина почему евреи должны оставаться при этом всем вот до культурный фон и так далее традиции внутри своей вот этой плоскости но могут и должны веровать в ешуа из назарета как в мессию посланного богом в израиль и весь остальной мир исповедание исповедание невозможно сделать вместо кого-то если я хочу исповедоваться например в чем-то то я исповедуюсь либо в своих грехах либо своих каких-то действиях я пытаюсь объясниться то есть исповедание это очень частная как бы личная такая территория невозможно исповедоваться вместо другого человека и поэтому исповедание веры тоже должно прозвучать на иврите из уст еврейского народа и это должны сделать представители каждого народа на своем родном языке а для евреев это иврит у многих людей остались к сожалению крестоноские взгляды что евреев нужно обратить христианство но никому сегодня в голову не приходит что все последователи ешуа католики православные протестанты все стали последователями мессианского иудаизма первого века если мы сейчас с вами перенеслись бы на две тысячи лет назад чуть меньше скажем так тысячи пятидесятый год или даже даже ровно на 2000 вот это пускай было бы время когда ешуа сейчас у нас 2014 да вот считайте четырнадцатый год по некоторым данным ешуа могло бы быть там 10 12 лет вот да в это время я каком христианстве речь еще не шла нет нового завета нет нетного послания ешуа ходит синагогу поклоняется богу растет приходит в храм когда у него бар митва мария приносит за него в жертву голубей и так далее люди могут сказать да ну это как бы он мессия и все понятно но и все остальные люди тоже это делали читайте внимательно книгу деяния апостолов апостол яков продолжает приносить жертвы в иерусалимском храме когда приходит нему шауль павел он ему тоже предлагает сделать это и взять еще на себя издержки по храму за тех братьев которые взяли на себя обед и так далее то есть мы видим что еврейский народ продолжает жить совершенно не меняясь ни в чем то что касается храмовая религиозной культурной повседневной жизни быт кухня уклад жизненный и так далее есть только одно изменение они приняли и уверовали то что ешуа это мессия и укрепила их вере факт воскресения мы знаем что очень сложно было ученикам апостолам вот в этот период когда был арест было распятие и они все все покинули его обычно принято говорить о петре но петр просто он говорил что он этого не сделает и сделал а по факту мы видим его все оставили все и они не могли умереть за своего учителя за своего раввина когда он был жив но они все умерли мученической смертью когда он уже умер и воскрес именно факт воскресения укрепил учеников в этой вере дело в том что в посланиях и в самих евангелиях практически нет никакой информации потому что вся действие все это происходило внутри еврейского народа не было нужды даже писать о том что это надо это всем было понятно но если вы внимательно читаете новый завет бритхадаша вы видите что ешуа постоянно подчеркивает мысль что нужно быть не слушателями забывчивыми но исполнительными слова он постоянно говорит кто любит меня тут соблюдать заповеди мои он говорит что кто соблюдает заповеди тот возлюблен будет и отцом моим все апостолы в посланиях призывают также нас к исполнению заповедей и у еврейского народа хватило благодати и мудрости не навязывать исполнение вот этого закона моисея и всех этих заповедей язычникам уверовавшим речь идет фактически о прозаэлитизме по новой схеме по схеме нового завета это упрощенная схема поскольку всегда язычник который принял или хотел принять веры бога израиля он должен был присоединиться к еврейскому народу а сегодня предлагают наоборот если вы хотите верить в иисуса вы должны присоединиться к нам вот здесь происходит подмена понятий потому что не мы присоединяемся к другим народам даже если нас будет пять человек а со стороны другого народа будет тысяча они присоединяются к нам это тот порядок который определил господь и поэтому всегда были пришельцы всегда были прозаэлиты герым или геры отсюда кстати слово геюр и апостолы решили книга деяния апостолов 15 глава 28 29 стих оставит только пять ограничений причем по факту четыре пятое оно является больше золотым правилом торы или предписанием торы или главенствующей заповедью торы не делать другим того чего себе не хотите в оригинале она звучит вегавта рееха камоха и люби ближнего как себя самого и вот что сказали апостолы на вот этом первом иерусалимском соборе так называемом ибо угодно святому духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более кроме всего необходимого воздерживаться от и доложертвенного и крови и удавленины и блуда и не делать другим того чего себе не хотите соблюдая это хорошо сделаете будьте здоровы будьте здравы аминь мы видим что из всего тарьяга из всех 613 заповедей которые находятся в пятикнижье моисея для уверовавшего язычника апостолы оставили только 4 или 5 включая общее вот это правило торы 5 но я имею ввиду ограничения да вот 4 вида ограничений было оставлено посмотрите как написано угодно было святому духу и нам очень часто то что угодно святому духу люди не хотят делать а иногда меняют просто полюса и то что не угодно святому духу а угодно им это пытаются навязывать другим апостолы так не поступали поэтому первые вот три ограничения касаются кашрута или ограничения на пищу запрещено кушать кровь многие христиане по сей день грешат тем что кушают кровянку или изделия из крови какие-то другие нужно покаяться и отказаться просто от этого потому что это просто ну очень-очень серьезно грубое нарушение душа находится в крови и кому интересно могут на нашем ресурсе найти статью которую когда-то я писал она называется душа в крови она также печаталась в журнале оазис название там была полная база данных и вот нельзя кушать идоложертвенное нельзя кушать кровь и удавлене ну удавлено почему нельзя кушать потому что кровь остается внутри тела она не сливается поэтому фактически вы кушаете кровь поэтому те кто любят заниматься охотой ловят разных там зверей в петлю нельзя это удушенное это задушенное животное значит ну любой вид такого вот мяса не пригоден в пищу для верующего человека для христианина нового завета блуд естественно нельзя и золотое правило торы не делай ближнему того чего не хочешь себе я сейчас расскажу довольно уже избитую известную историю талмудическую о двух школах школа Шамая и школа Гиле когда приходит язычник Шамаю и говорит ты можешь меня научить всей торе пока я буду стоять на одной ноге он был таким радикальным человеком он буквально взял вот трость начал его бить этой тростью и выгнал его из дома учений потому что посчитал это оскорблением как бы что это такое учить тору стоя на одной ноге за такой короткий промежуток времени он пошел к Гилелю и Гилей ему говорит да конечно могу он встал поджал ногу он ему говорит все он говорит как все он говорит да все он говорит а как же все остальное вот это он говорит а вот это все остальное это пояснение к тому что я тебе сказал то есть вся тора фактически и подробно рассказывает что значит любить ближнего как себя самого поэтому если пятый пункт будет выполняться тогда конечно же будет изучаться и пятикнижие Моисея и человек будет стремиться жить так как ему предписывают заповеди обычно людей пугает вот эти 613 заповедей я хочу успокоить всех христиан которые будут смотреть это видео хочу сказать что вы тоже должны исполнять некоторые из них например 10 заповедей о Сараде Брод которые вы не можете их не исполнять и так или иначе вы исполняете какую-то часть из этих 613 так вот не все 613 заповедей нужно исполнять человеку потому что эти 613 заповедей охватывают все части людей 613 заповедей они регламентируют жизнь как мужчины так и женщины дети старики военно обязаны женщина в определенный период своей жизни и дни очищения например есть заповеди предписывающие определенные ритуалы которые она должна делать точно так же мужчина он должен быть женатый не женатый в армии не в армии по сей день все эти заповеди у нас работают допустим когда мой зять женился на моей дочери год он не ходил в армию он не делал милуем потому что по сей день в Израиле все это работает пятикнижие Моисея год не берут значит мужчины на войну для того чтобы он мог провести и вот это время со своей женой чтобы исполнилось писание и не исполнилось проклятие когда написано что будете жениться но не будете спать со своими женами то есть вот заповедь она дана и вот она исполняется сегодня год он не ходил в армию когда родился ребенок еще один год его не брали в армию потому что тоже написано чтобы он мог насладиться общением со своими детьми когда родился уже второй ребенок тогда он начал снова исполнять вот свой долг перед Израилем и каждый мужчина у нас все военно обязаны 40 дней в году ходят так называемый милуем то есть они выполняют то что им там положено так скажем так вот если мужчина женатый или не женатый одинокий или разведенный все это регулирует 613 заповедей и для среднестатистического еврея я думаю где-то 70 может быть 80 заповедей максимум то что он может исполнить включая там обрезание которое можно только раз жизни исполнить и какие-то другие аспекты поэтому не нужно бояться вот этого Тарьяга не нужно бояться 613 заповедей поскольку на самом деле они просто объясняют нам как нам жить в повседневной жизни я верю что каждый мессианский еврей он должен их исполнять должен стремиться к этому действию настолько насколько это возможно и если чего-то он не исполнил то еще он исполнил весь закон и нам вменяет он свою праведность а не мы зарабатываем как бы исполнением заповедей эту праведность для нас это просто вопрос послушания Богу для нас исполнение заповедей это образ жизни это то чему мы стремимся это то чем мы просто хотим обрадовать своего отца мы хотим иметь с ним хорошие добрые отношения и мы с вами во второй части продолжим говорить об исповедании имею ввиду вторая часть касательно исповедания вот второго пункта большое спасибо и до свидания это спасибо